В бюджет Самары вносятся изменения. В текущем году он пополнится на 203,5 миллиона рублей. В ближайшие два года поступит еще по 198 тысяч. Все средства будут направлены из вышестоящих бюджетов. Об этом говорили сегодня на заседании Думы городского округа Самары под председательством Алексея Дегтева с участием главы Самары Елены Лапушкиной. В итоге доходы бюджета на 2022 год составят 42 миллиарда 932 миллиона рублей. Дополнительно полученные средства будут направлены на приобретение квартир детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, на содержание автомобильных дорог. Также предусмотрены средства на витаминизацию горячего питания учащихся с 1 по 4 класса с 1 октября текущего года. Пополнилась казна города. Очень приятно, что все это произошло в преддверии дня города, дня рождения. Традиционно все изменения до рубля-догопейки вносят социальный характер на поддержку, как и юных самарцев. Скажем, с 1 октября до конца финансового года этих изменений хватит на то, чтобы проводить в рамках горячего питания бесплатного для детей начальной школы первой черты класса витаминизацию. Это уже стало традиционным, но, как понимаете, требует финансовых ресурсов и затрат. Но это очень важно, особенно в период осени придет внимание, так сказать, дополнительно в здоровье детей. Традиционно поправки в бюджет у нас в основном учитывают средства, поступающие из вышестоящих бюджетов. И также традиционно все это имеет социальную направленность. Сегодняшние поступления, в частности, направлены на приобретение жилья для детей-сирот и отселения жителей из ветхого аварийного фонда. Ну, также часть средств будет направлена на содержание дорог. Накануне Дня города список почетных граждан Самары пополнился еще одним именем, теперь их 68. Самарская организация Союза композиторов России выступила с инициативой о присвоении звания почетного гражданина Самары знаменитому композитору Дмитрию Шостаковичу. Предложение было вынесено на обсуждение городской думы и поддержано единогласно. Это архиважный вопрос, и я хотел бы, пользуясь случаем, поздравить всех нас, жителей региональной столицы Самары, с тем, что у нас сегодня решением думы утвержден почетный гражданин городского округа Самары Дмитрий Шостакович. Те годы работы здесь, в Пуйбуши, находясь в эвакуации, человек, который прошел и блокадный Ленинград, и своим оружием, нотным станом, как говорится, своей музыкой, просто громил фашистскую нечисть. И завершенная здесь Седьмая симфония, исполненная, конечно, для нас, самарцев, куйбушицев, это большое достояние. Знаковым событием это стало и для Самарского отделения Союза композиторов России, поскольку одну из старейших организаций создал Дмитрий Шостакович в декабре 41-го года. Для нас это имя дорого, и всю свою деятельность мы, конечно, уделяли огромное внимание тому, чтобы имя Дмитрия Шостаковича осталось в истории нашего города важным, значимым, и чтобы Россия, страна, знала то, что было в Куйбышеве, в Самаре в те годы, когда Дмитрий Шостакович был здесь, когда он закончил Седьмую симфонию, когда Седьмая симфония была 5 марта 42-го года впервые исполнена. Это была мировая премьера этого грандиозного сочинения, и подобной премьеры в мире не было. Это очень важное событие, событие культурное, но оно имело огромное эмоциональное значение для людей всего мира в борьбе с фашизмом. В Самаре Шостаковича помнят и гордятся тем, что в годы войны он жил и творил на Волжской земле. В городе есть улица имени Шостаковича. Его памятник ежегодно проходит фестиваль «Шостакович XX век», и присвоение ему звания почетного гражданина города – это еще одна дань благодарности и уважения величайшему гению нашего времени. Виктория Шарая, Константин Головин, События.